Андрей, сколько нужно съесть лимона дней, месяцев, чтобы улучшилось зрение и натощак, и какого размера? Каждый день один лимон, а желательно лимон со шкуркой натощак, на протяжении 3-4 недель будет уже различие между вашим зрением в начале приема и в конце. Перед вами сидит человек, у которого нет плохих зубов. Первый свой зуб я вылечил, когда у меня был возраст 36 лет. Именно в 36 лет я получил первый прием химиотерапии, так как болел онкологическим заболеванием. И когда это произошло, после приема доксирубицина и лейкоплакин, по-моему, препарат назывался, у меня через 2-3 недели начали портиться зубы. И я могу сказать, чем я всю жизнь чистил зубы, и почему мои зубы всегда были в хорошем состоянии. Мне можно не поверить. И многие скажут, что я там обманываю и так далее. Но я вам говорю, в свое время моя мама научила меня такому средству. Когда мы были маленькие, а жили мы в семье, где было очень много детей. У нас было семеро детей. То мама моя говорила, что если хочешь, чтобы зубы были белые, нужно после того, когда утром проснулся, взять обычную щетку, вмокнуть в соль и без зубной пасты их почистить. И потом говорит, а если хочешь, чтобы зубы были очень крепкими, то после того, когда солью ты почистил, можешь чуть-чуть налить лимонного сока с лимона. Но у нас не было тогда лимонов, денег не было. Но я хочу вам сказать, чем был мне полезен лимон. Со временем я отказался от соли, потому что при чистке соли немножко воспаляются десна. И я, когда уже имел возможность, где-то с 20 лет, вот аж до 30, до по сей день, чищу утром зубы, смачивая зубную щетку обычным лимонным соком. Я беру лимон, он постоянно лежит у нас. При этом зубы мои отличные. Я могу открыть рот, у меня нет там ни одной дырки и так далее. И я могу сказать, что в своей жизни я не видел ни кариеса, ни парадонтоза, ни гингивита и ничего такого вообще. Поэтому очень вам советую, обязательно запомните мои рекомендации. А тем, кто напишет и выбросишь зубную эмаль, так хочу вам сказать, зубная эмаль не реагирует на лимонный сок. Зубная эмаль реагирует на соляную кислоту.